Меня зовут Сава, я боюсь батальона «Воскок». Здесь санаторий имени Кирова, я приехал 15 дней назад на реабилитацию после ранения, после Мариупольской операции. Впечатление хорошее, массаж, ванны разные, грязевые здесь, процедуры, то есть все. Психологически главное, что здесь природа, очень хорошо, красиво. Отлично, поблагодарить вас хотим за все, что вы делаете за нас. Нет, ты молодец, знаешь что, вот все говорят, не хотят, не хотят, а когда потом приезжают, немножко успокаиваются, немножко перенастраиваются. Все нормально, мы идем к победе. На таких, как мы, все одержим. И у нас очень много ребят поступают на реабилитацию сейчас. Тоже вот, шефы, потому что раньше никто, когда не было, российская армия и все прочее, но нас забивали просто так. Все, я научился врагов забирать, мне надо что-то, я убил, забрал, потому что нам не давали. Ну типа да, да, вот я уже не хожу в норманной форме, меня в этой форме два раза ранило, причем вот в Мариуполе последний раз тоже, когда я ее стирал, ранили в дорогах у меня. А Мишу подхакивал. И здесь ты так получил, что здесь все тоже в этом чему-то я начал, потому что здесь, ну как-то все на дно волнулись, все понимают, потому что я как-то, ну, Игорь. Дядя Игорь, приятно. Скажи, как тебя зовут? Здрасте. 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 Потихонечку? Настрой какой? Здрасте. Здрасте. Что мне в штабе читать? Сейчас одни будут держать, поэтому, знаете, передавать мне эти эстакеты, понимаете? Пацанов подтягивайте, там есть, которые больше нуждаются, чем я. Давай, где? Я вот уже шефу твоему, уже говорю, давайте. Я внеирую сейчас, типа, сейчас ты типа… Да, у нас есть много пацанов. Сейчас, типа, сейчас там бои идут, поэтому не дают. Вот дайте данную, придет порядок обратно, уже более сильно, уже более… там, потому что здесь все равно, вот, при, там, разных заболеваниях, все равно психологическое восстановление. Вот я даже, вот, я, там, смотрел интервью, вот прям, сейчас вообще в этом начале нельзя. Попеды скоро будут. Я уверен, что это тоже… Контакты давали напрямую к моему, писали, атласно, и так далее. Мы тут принимаем решение на репутацию. Ну, достойно. Не надо. Потому что не каждый возьмет, а так делать. Господь всех… Каждому дает свою дорогу, свой шанс. Ну, все на равных, неважно, там, какой-то там… Есть у тебя там вилла, коттеджи, там, миллиарды, там, все мы одинаковые. Мы очень активен, вообще, вот, волонтерством. Он ездит со мной по всей стране, вот, ну, общаемся, собираем ребят, там, со всех, откуда, семьи и так далее. Почему? И пытаемся, чтобы вот репутация проходила больше с семьей. Для нас это более важно, когда семья рядом, когда, вот, есть дети или кто-то рядом близки, идет больше мотивация, восстановление и так далее. Свои ранения я получил при зачистке Мариуполя, то есть это волонтеровский район. Был прилет 82-й мины. Был бой тогда сильно завязался с АЗОМ. Вот. Был прилет 82-й мины. Ну, сколько расстояния, где-то полметра от головы. То есть одна полетела, их прилетело три. Мы закрепились с товарищем боевым. То есть он, получается, тыл держал, я держал другую сторону дома. Вот. Первая мина пролетела в соседний дом, упала. Вторая прилетела в наш двор, упала. То есть мы были с задней стороны дома. И третья мина, это она особенно, вот, да, как говорят, свою не услышишь, но я ее услышал. Она особенно и характерный звук имеет. Я в этот момент принимаю решение падать просто на землю. Там, где стоял, даже я не успевал ничего делать и куда-то бежать. Там смысла не было. Просто вот я падаю, не долетая с земли, и был прилет прямо возле головы, скажем так. Ну, теоретически должно было меня разорвать, но я, видите, под куполом хожу. И готов дальше работать. В принципе, чудом просто выжил, скажем так. Ну, несмотря на это все, я готов продолжать сражаться дальше. Потому что победа будет за Ольга, за нами. Ну, общий настрой, в принципе, хороший, достойный, боевой. И несмотря на то, что я получил тогда ранение, когда меня ранило, несмотря на то, что у меня в голове была дырка 7 сантиметров, я выходил своими ногами. И я не отдал никому даже оружие свое. То есть, вот, я достойно выйду, поверьте. Планы какие? Победи для начала. А дальше уже, что, какие будут планы? Я не знаю пока. Здесь вообще ничего, честно, никаких планов я не строю там, на светлое, там, прекрасное будущее. Я исхожу с того, что сейчас меня окружают, вот здесь конкретно, как бы, вот. Поэтому... Жена переживала мое ранение, достойно скажу вам так, потому что не каждая женщина способна выдержать, да, путь воина, который проживает ее мужчина. Хотя бы только из-за того, что она когда узнала, то есть, что меня ранило, она просто, ну, как она рассказывала, сразу плакала, а потом просто-напросто приняла решение, она сорвалась в больницу ко мне. Но я вам скажу так, когда мне сделали первую операцию, я где-то уже, наверное, через часа-полтора, когда у меня в палате лежали там, у кого пулю с головы достали, у кого там был парнишка лежал, у него вок разорвался, посекло все лицо. То есть, ему тоже там осколки доставали, они были лежачи. Я через полтора часа после операции, после первой уже, когда мне извлекли большой осколок уже, да, и достали второй, я уже подметал в палате и заряжал настроем остальных ребят. Слушаю я сердце свое в первую очередь всегда, потому что только сердце подскажет правильный путь. Остальные тоже предрассудки, домыслы и прочее идут. Духом я никогда не падаю, только потому что стимулы, силы мне дают обычные люди, которые ничем не виноваты. Моя задача их обезопасить, защитить. То есть, я получаю, знаете, стимул, очень большой заряд от того, что вот у меня моральный устой. Ценно это, когда ты защищаешь какой-то поселок или дом, неважно, заходишь там, уничтожаешь противника, и когда ты заходишь там в подвал или еще что-то, ты видишь просто там, когда там семья находится, которую ты, скажем так, своей жизнью готов был пожертвовать, чтобы их спасти. И когда я смотрю в их глаза, вот это дает мне очень большой заряд моральный, просто невероятный. Пацаны, никогда не падайте духом, газуйте только вперед, что я могу сказать. Вместе мы силой, вместе мы победим. Один за всех и все за одного. Я искренне хотел бы поблагодарить Народный фронт, фонд Благодатная Таврида, проект нашим, проект своим. Всем хотел бы поблагодарить за оказанное содействие, за то, что мы оказались здесь на реабилитации, потому что без их вклада и без их действий, скажем так, определенных. И мы бы здесь обычные пацаны не оказались, которые нуждались, скажем так, в психологической, моральной, физической поддержке. То есть хотел бы поблагодарить нашего комбата Василия Васильевича за то, что он действительно достойный мужик. Он на самом деле красавец. Только благодаря ему и его грамотным действиям, благодаря грамотным действиям нашего куратора Сергея Сергеевича, мы живы, стоим перед вами и готовы снова идти в бой с новыми силами. Спасибо вам большое всем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА